здравствуйте с вами николай борисов и рубрика на страже что произошло в якутии за неделю и к чему это привело начинаем два человека погибли в результате дтп на намском тракте 28 мая на трассе автомобиль столкнулся с мотоциклом как сообщили в группе пропаганды гибдд якутска по предводительным данным водитель мотоцикла выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте оба были без шлемов обстоятельства происшествия выясняется а еще одной трагедии в окрестностях якутска в тот же день сообщил следственный комитет возбуждено уголовное дело по факту обнаружения четырех дел утром 28 мая текущего года в частном доме расположена в поселке хатасы обнаружено тела четырех человек двух мужчин 1959 и 66 годов рождения и двух женщин 1973 и 1966 годов рождения тела погибших обнаружил коллега одного из мужчин после того как тот не явился на работу следователем следственного комитета произведен осмотр места происшествия изъяты предметы имеющие значение для следствия установлено что общий порядок в доме не нарушен а также данных о наличии заболеваний которые могли повлечь скоропостижную смерть погибших не установлено по данному делу назначен ряд экспертных исследований также будет установлена степень исправности газового оборудования житель якутска получил три с половиной года колонии за мошенничество приговор ему зачитали в суде тампонского района республики суде установлено что подсудимый не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства размещал мессенджеры ватсак ложные объявления об изготовлении доставки мебели после перечисления ему гражданами денежных средств перестал выходить на связь таким образом им похищены денежные средства у шести потерпевших проживающих в республике саха якутии магаданской области сумма причиненного им ущерба составила свыше двусот двадцать четырех тысяч рублей в газдуме рассматривается закон который увеличит штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах если он будет одобрен то нарушителям придется выплачивать до двух миллионов рублей как сообщили в пресс-службе минэкологии якутии для граждан штрафы повышаются в 15-20 раз а для юрлиц 2-3 раза своим мнением по этому поводу поделился заместитель министра экологии главной лесничей республики андрей коноплев действительно на законодательном уровне происходят изменения которые повлекут увеличение штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности считая что это вынужденная и своевременная мера зачастую лесные пожары возникают из-за перехода огня из земель иных категорий то есть несанкционированное неконтролируемое сжигание сухой травяной растительности попадает в лесной фонд данный закон принимается в целях повышения уровня ответственности граждан а также для предотвращения возникновения лесных пожаров отметил он мархе выявлен мужчина который оборудовал шкаф для выращивания конопли полицейским установлено что ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний местный житель приобрел через интернет семена коноплей посадил их в двух горшках и стал за ними ухаживать для выращивания коноплей своей квартире он оборудовал шкаф для одежды отдела фольгой и установив специальное освещение не совсем юный садовод огородник вину признал и пояснил что наркосодержащие растения выращивал для личного употребления полиция напоминает что за незаконное культивирование растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры также предусмотрена и уголовная ответственность по статье 231 уголовного кодекса российской федерации полиции задержана 27-летняя жительница якутская который подозревается в совершении серии мошенничеств отношений жителей столицы региона стражи правопорядка призывают откликнуться пострадавших женщина работала под немудренной схемой представляясь вымышленным именем находила объявление и обращалась гражданам при покупке или продаже товаров в интернете она заявляла что якобы осуществила перевод денег через киви кошелек и забирала товар установлено 6 потерпевших однако следствие располагает данными что пострадавших было больше и им рекомендуется обратиться в полицию по номеру плюс 7 914 274 13 30 на этом пока все доверяйте только проверенной информации и берегите себя